приветствую вас друзья вы на youtube канале все для клева сегодня в очередной раз мы с вами на рыбалке уже ноябрь сегодня 2 ноября уже начинается ветерок сырая погода температура воздуха уже упала температура воды тоже начинает падать вот это чувствует рыба и лещ по идее должен нормально мы находимся за четвертым чеком уже практически четвертое видео подряд у нас идет именно на месте как вы помните здесь аферисты некоторые собрали деньги но теперь они уже как бы исчезли и нормально тут возможность рыбакам и бесплатно слава богу что так происходит сегодня на рыбалке с юрой юра привет вот ловим на фидерное удилище небольшой такой поводочек но крючочек очень очень-очень маленький почему маленький потому что ловим как вы видите когда модели да нам отеля забыл это слово так вот сделал красоту по прикормке у нас лишь горох прикормка плюс супер black это фишдрин все и с добавлением кормового мотыля очень такой получается классный микс который очень любит лечь на него это рассчитано все на него рассчитано поэтому его и планируем ловить по рассказам рыбаков которые тут уже стоят не первый раз что-то в последних два дня тишина никто ничего не ловит я надеюсь что у нас все будет хорошо кроме мотыля у нас есть я парш и червь круза бандюэль то есть довольно таки нормальный приличный спектр тех наживок и насадок которые любят лечь будем надеяться что мы его все не поймаем но пока что на моделя закинул пару кормушек тишина 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 вера хочет еще одного билища забросить хотя я думаю что я буду ловить на одно удилище у меня дайва ниндзя такой же катушечка ниндзя кому интересно ссылка будет в описании к этому видео юрий отдал свой федор хамелеон который не раз меня спасала во всех рыбалках очень много рыбы поймана именно на удилище с катушкой ашу 40 это вида вот поэтому много удилищ нам не нужно мы приехали сюда в принципе за удовольствием потому что его не купишь ни за какие деньги да а рыбу если что-то можно купить на базаре то есть если соизмерять рыбалку только рыбой и вот я подарил бензина столько то я купил наживки столько то и соизмерять это с количеством поймана рыбы это неправильно потому что рыбу еще можно купить магазине на какую хочешь а вот удовольствие магазине так не купишь как на реке приехать подышать свежим воздухом вот посмотреть на ту красоту природы которую уже наш народ начинает загаживать друзья мои у юры первый в его жизни лишь первый лечек да кстати это открытие сезона на леча леча еще не было в этом году были хорошо да карась был плотвичка была а вот лещик это первое у меня в этом году да процесс пошел и уверен что у нас все получится вот и наш так 11 похоже у юры там второй лечек давай мы поможем не спешить аккуратненько красота опарышем такой бутербродик небольшой честно говоря карасик маловато это не наш размер мы его отпустим и гуляем время между поклевками было но не больше наверно минуты наверно все нормально он наш красавец наш это у нас тоже лещик да все тоже лишь вас приготовить прикормку именно для леща то есть то есть получается так что не всегда клюет именно лишь на эту прикормку но преимущественно клюет именно лишь то есть бывает тарань появляется карась но и одна плотвичка а вот здесь это основной до это его прикормка это его наживка это его крючок это его поводок толщина поводка чтобы понимали здесь 014 диаметр поводка 014 миллиметра то есть снасть очень чувствительная очень деликатная очень тонкая очень зацепистая поэтому эффективная поэтому если результат четыре два друзья мои я хочу сказать что если так пойдет дальше у нас будет полный садок рыбы до естественно забирать мы все не будем у нас придерживаемся правил любительской спортивной рыбалки как вы знаете не больше трех килограмм можно брать рыбаку поэтому и своим примером хотим показать вам что не нужно превышать нормы потому как нужно чтобы хоть что-то осталось нашим детям и внукам в этой реке если бы каждый так проделывался то мы давно бы уже были бы европе и вообще нас было бы все хорошо но кажется моему шума ему продолжается разрыв счете красавец иди сюда опаке очередной гусь лапчатый да здесь пошел а ты красавчик лещик снова лещик да отдыхают и как раз нащи приходит покушать эти гривны чекармливаем мы причем свечем свечи ты пошли про про сегодняшнюю чуйку что у меня себе такая чуйка что блин вот будет рыба вот вот просто понимал что прикормка идеальная ключёчек есть тот который любит этот подлещик такой поэтому и и вы друзья мои когда идете на рыбалку вы должны потом чувствовать что вот вот сейчас будет у вас клёв и он действительно будет будет правильно подготовиться правильно себя настроить вот так опять нет все это у нас не в зачет мне кажется на уже вот она вот она красавица молоденькая тоже если чё-то не же такой нормальный чего нет мелких там на мелкие нашел ну чего же мелких в мелких нормальный счет 52 я не не собираюсь это выигрывать за счет мелкой рыбы не но это не мелкая саша вот мелкая у меня была то действительно совсем молодежь гранала совсем маленьким это в ладошку смотрела даже вещается нормальный пошел храсти но червя лишь но червя тоже хочу обреть внимание что еще даже прикормка не успела вымыться все то есть от момента заброса до поклевки не больше 30 секунд 40 секунд был чем да не нет я на мотыля перешел обратно минута наверно да и полторы минуты прошло между очередными поклевочками поэтому друзья мы хочу сказать о том что экспериментируйте с тонкими крючками маленькими тонкими крючками тонкими лесками не бойтесь их если вы стоите возле одного удилища не если у вас не расставлен как вот там вот у мужиков 15 удилищ который не успеет никуда если у вас одно удилища с одним крючочком то вы всегда его монитор мониторить и вы увидите поклевку во время и вы сможете нормально с ним отработать так что вот красавцы счет 7 727 года есть нам победа любой ценой не нужно ушел ушел он расти дальше но идет идет заходи пацан так лет очень бойко хорошо активно не пофугать поклевку саму учитывая что мелковатый конечно ладно 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 вообще 8 8 10 юбилейный до 82 юбилейный десятки есть тоже разрыв все эти сокращается до 3 3 пошел до и того 8 38 383 говорит что рыба которая заслуживает внимание я думаю что мы ее ставим потому что пусть она это будет в зачет потому что у нас с тобой большой отрыв и мне его надо потихоньку выравнивать поэтому поэтому 8 4 до 84 ну что же ну что же продолжаем наш репортаж с очень продуктивной рыбалки наши подлещики подлещики все время ловятся это не может нас не радовать только что поменял крючок и в принципе сразу же моментально произошла поклевочка поэтому еще один совет от youtube канала все для клево друзья мои почаще меняйте крючки то есть видите что начинаются какие-то сходы у вас да или вообще вы уже половили там часа три например да хватит потому что у крючка заточка химическая он очень острый но и при этом бывает так что он начинает быстро тупиться потому что там ракушка в реке зацепы какие-то там закамыш за что-то еще какие-то нюансы да и все время он тупится тупится поэтому меняйте и сразу у вас будет поклевки сразу все будет хорошо это мой юбилейный десятый да я надеюсь что приличного размера не думаю что сильно приличного но я думаю красавец красавец чего слабовастый небольшой но среднего размера по пойдет среднего размера 10 ровный счет сейчас моя очередь хотя бы пятерочку закрыть выровнять отставание давай давай тысячу не рассказал что у тебя хорошие удилище еще на которую ты будешь потому что крючки ты рассказал подробно а вот удочка тоже так я предлагаю поменяться давай я уже кто приловчился но удивишь действительно хорошее я расскажу что да делись и скажем так вот благотворительный живет внимание благотворительное удилищи до далее так сказали до полови расскажи о нем что ты можешь вообще сказать как нормально тебе в руке ловится не ловится действительно величие губы грия так что да его это лучшее наверное что создала природа что создали японцы и да его нельзя легенькая чувствительное карбоновое удилище и катушка кстати тоже да его нельзя рыбака который только начинает рыбалку свою да ему как бы он не совсем понимает в чем различие между одной в одним удилищем вторыми как бы вот с одной стороны должен быть крючок с другой стороны должен держать как бы забросить и куда забросить неважно крючок прицепить неважно какой на леску неповажно но потихонечку когда человек начинает углубляться в тему до интересоваться рыбалкой да он начинает понимать какие бывают удилища а чего это дороже стоит да потому что она карбоновая а что значит карбоновая ну то что то что она легкая до чувствительная и в то же время можно прочный да и может забросить кормушку в 90 грамм как бы проблем нет да и при этом весить весить меньше там 150 грамм например удилища весит 150 грамм то есть пушинка то есть его по большому счету можно держать в руке не выпуская его там не ставлено на подставку а некоторые ловят дубинами такими под полки лобля понимаете и можно вообще срезать кусок ветки блин тоже на него и кстати тоже успешно но когда есть такое чудо скажем так изобретение японцев то почему бы нет здорово не ложная тревога что достойно это уже красавец это мега красава это красавелла это достойный это достойный результат хорошенький да причем знаешь что без опарыша чисто вот с чисто мотыли все я думаю попробую если большого кухня кухня взял потому что они не срываются когда я не уверенны идут красавец это достойно 11 ну так да ты поймал рака это он позарился тоже видишь захотелось мотылёчка ну вытаскивай ты же не цапнул ты за руку аккуратненько я не нормально мне прошлый раз аж до крови покусил все отцепили он просто понимаешь что ты сейчас его выпустишь поэтому тебе не сопротивляется так 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 очередной красавчик посмотрим где он там вот это он это наш размерчик так что у нас очередной рачинский будем выпускать взорился на червячка гуляй так ёрчик это шо у нас и так скажи мне пожалуйста щетка счет уже 15 9 здесь ну видишь разрыв счете сокращается мастерство появляется дырство и 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 этот лапоть хорош О, ёлочка Субтитры создавал DimaTorzok 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 Друзья, перешел на червя с опарышем, но лещ начал клевать крупнее, красивый. Но при этом, конечно, я увеличил толщину поводка и увеличил размер крючка до 12-го. Ну все, вот она 20-й. Юр, все, 20-20, согласен? 20-20, согласен, да. Это как раз контрольный для... Сразу хочу сказать о том, что ни в коем случае мы не нарушим правила спортивной и любительской рыбалки, то есть нормы вылопа будут соблюдены. У нас тут четверо, да? Каждому по три, это 12 килограмм. Правильно? Самый интересный момент наступает, друзья. Давайте посмотрим, что у нас тут, а? Друзья мои, ну вот такой у нас сегодня углов. Такие вот лещи классные, подлещики. Вот. Хотя, в принципе, вот таких вот мелких можно отпускать. Согласись, Юрчик. Вот это тоже, ну мелкие, куда? Да, пускай, пускай. Вот. А так, конечно, красивые. Красивые. Был удачный день. Мы настроились на хорошую рыбалку. Правильно выбрали именно то, на что сегодня будем ловить. Почему? Потому что, действительно, взяли мы и опарыша, взяли мы и червя, взяли мы и горох, взяли мы и кукурузу. Но сегодня был день именно мотыля, поэтому сегодня тот улов, который мы можем показать как результат сегодняшнего отдыха, культурно проведенного, это именно благодаря правильной прикормке, которая дала им сигнал, куда собираться. И, конечно же, мотыль, который дал возможность их ловить. Прекрасный проведенный день. К концу дня, если сначала утро было пасмурным, то сегодня к концу дня, к концу нашего отдыха солнце, тепло, приятно, хорошо проведенный день. Рада, что такой улов получился, тепло, прекрасная погода, все получили удовольствие от рыбалки, ну и я тоже, конечно. Друзья, ну вот так заканчивается наша рыбалочка. Главное, смотрите, на что мы акцентировали внимание. Первое, это одно удилище с одним крючком. Тонкий поводок, маленький крючок, правильная прикормка, мотыль. Очень сегодня хорошо отработал. В принципе, все, что работало, все, на что мы ловили, ссылки на все, на прикормки, на удилище, на катушки, я все оставлю в описании к этому видео. Поэтому, если кому это будет интересно, пожалуйста, заходите. Заходите в описании к этому видео и смотрите. Переходите по ссылкам. Друзья, если видео было полезным, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, все для клева. Мы прощаемся с вами, до скорой встречи на рыбалке. Всем удачи, все хорошего. Пока. Пока. Пока.